Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжается дегустация различных сортов томатов. Только что я вот разрезала монгольский кавлик и сказала, что он с небольшой кислинкой вкус. Сейчас я хочу посмотреть вот эту новинку, о которой я недавно говорила. Индийское мясо. Очень необычный сорт. Он необычный на внешний вид. Я его сейчас разрезала и я сама теряюсь в догадках, потому что выращиваю первый год. Вот это светлое, как солнышком, пятно. Это просто он не дозрел или это характеристика его сорта такая. Для меня это самой загадка, но он очень экзотически выглядит на срезе. Более похож на какой-то, я не знаю, ананас что ли, ну там вот. Сейчас я попробую. Для тех, кто еще не слышал про него, мой видеообзор, я в теплице показывала его. Я сейчас немного расскажу. Индийское мясо это новинка в моем огороде. Мне прислали люди на развод, попробовать, продегустировать, может быть развести. Первый год выращиваю. В каталоге будет под номером 193. Количество семян, конечно, ограничено, но все-таки семена собираю, потому что семена хорошие, крупные. Будет, вероятно, хорошая у них схожесть. И вот он, а еще я скажу, в предыдущем видео я сказала, что есть еще одно его название, говядина на кусту. Это зрители мне написали, я поверила на слово и тут же повторила за ними. Но меня поправили. Оказывается, говядина на кусту это совсем другой томат. Мы будем его называть вот этот только индийским мясом. Больше пока не знаю никакого названия. Вес 300-400 грамм. Считается редким сортом. Конечно, это не наш сорт, как всегда. Привезен откуда-то из-за границы, наверное. Вот сейчас я отрезала от большого томата кусок. Сейчас я попробую его. Вот это мясо именно, которое светлое и сладкое. Оно не сладкое. Семена есть не буду, это драгоценность. Я все их оставлю на развод. Буду есть без семян. Да. Это, конечно, не карлик, который я только что ела, который с кислинкой. Совсем другой вкус. И, не знаю, вот по огромному количеству камер, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И, конечно, по большому количеству камер, по большому весу и по вот такой повышенной сладости томата, конечно, его можно отнести к бифтоматам. Вот по всем признакам он, бифтомат, он сладкий. Но сладость такая, как бы, я даже не могу вам сказать, какая, какая-то немного отличная от тех томатов, которые у меня, вот, сибирские сладкие. Сейчас еще повторю. Не только вот это вот мясо, которое вот вдоль шкурки, даже вот эта вот светлая часть, которая, я думала, что она не прозрелая, она тоже очень сладкая и мягкая. Сейчас по-другому попробую. Сейчас именно отрежу эту мякоть. Скорее всего, он такой и есть. Вот видите, я вырезала специально эту мякоть. Это никакое не уплотнение, это не недозрелость. Она прям мягкая, она тает во рту. Ну, и весь этот плод, включая и шкурку, и включая вот эту вот, очень сладкий. И такой как, ну, именно как, больше как-то на фрукт похож, что он тает во рту, как это, не знаю, я вот его сравнивала с ананасом. Ну, конечно, не похоже. Ой, весь разгромила. Это очень вкусная селедка. Ну, все, весь я испортила, весь внешний вид томата. Но зато я теперь убедилась, что вот эта сердцевина, это не то, что иногда бывает, вот как пучок такой плотный в томатах. Возьмешь в магазине томат с плотным пучком. Нет, это, скорее всего, он такой и есть. Он, видите, с краев более черный, потом идет розовый. И здесь вот какая-то алая еще срединка, очень интересный томатик. Это вот индийское мясо. Мясистое, вкусное. Скорее всего, это класс биф-томат. Ну, я не знакома с этим сортом. Категорично не буду заявлять, но по всем признакам, по наличию, по количеству семенных камер, по весу, по содержанию сахара, он должен относиться к биф-томатам. Скорее всего, это биф-томат. Вот индийское мясо номер 193. Мне понравилось. Мясо вкусное. Мясо вкусное. Мясо вкусное. Мясо вкусное.